МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире главное национальное шоу Украины. Все свои. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Мы начинаем. Добрый вечер! В эти дни мы отмечаем День Победы. Для немногих оставшихся в живых ветеранов это святой день. Это их память, молодость, гордость, потери и боль от ран. Невзирая на политические склоги, на протяжении вот уже десятков лет горит вечный огонь в парке вечной славы в Киеве. Сюда приходят, чтобы возложить цветы. Студентка Анна Сенькова пришла к вечному огню, чтобы приготовить яичницу. Приготовление еды на могиле неизвестного солдата. Она и ее молодые друзья называют акцией протеста. В Запорожье памятнику Иосифу Сталину ночью белой отрезали голову, а в Днепропетровске осквернили могилу воинов Украинской Народной Республики. Чья рука поднимается на памятник? Вандалы или борцы за историческую справедливость правят балом? Можно ли с помощью пилы и топора переписать историю? Тема нашей программы – вандалы. Студентка Анна, которая демонстративно жарила яичницу на вечном огне, сейчас в СИЗО. Давайте узнаем, что о ней думают ее родные. В нашей студии подруга и бабушка Анны, Надежда Ватолкина и Людмила Прокопьевна Синькова. Людмила Прокопьевна, прошу, Надя, присаживайтесь. Давайте вместе еще раз посмотрим на экран, что происходило. Это, я так понимаю, сосисочки. Ага, сковородочка. Все, в общем, как полагается. Вот вечный огонь, сальца, яички. Ну, собственно, вот так вот. Как вы отреагировали, Людмила Прокопьевна, на вот такую акцию со стороны мочки? Я узнала позже уже от работников милиции, но я... То есть, заранее она вас не ставила в известность, да? Нет. Если бы она мне сказала про это, то я бы ее, конечно, отмолила, потому что сейчас у нас как-то так влада, такой реванш берут у нас коммунисты, а я их боюсь еще с детства. С детства, мы говорили пошипки, мы завжди знали, у нас пів... Я жила на улице Саганська, у нас півдвору сидела в тюрьме, и весь час ці мамы носили кудись передачи, и тому я налякана, и, конечно, я бы ее отмолила, но если бы она не погодилась, то я бы сказала, что я сама это сделаю в решті-решт, чтобы мне все зо пяти замість неи, потому что мы залишили нашим дитям и онукам вот такие. Мы дозволили коммунистам вот так сьогодні нас кидать в СИЗО, и дозволили им, когда они настолько знущались над нами, над ее прадедами, прапрадедом, над ее дедом, над нашими родичами, у нас, вы не думаете, что у нас дитина такая разогульная, вона была двече на салавках, у нас один дед без ніг, без обоих ніг, одна нога була кулья, 12 сантиметрів, він 25 років їздив, йому мірили цю кулью, чи вона не відросла. 25 років на комісію їздив. Дозвищайте мене, пожалуйста. Давайте, пожалуйста. Вы знаете, я совсем другого мнения, я не могу удержаться и дать вам высказаться, потому что внутри я протестую. Ее поступок, нельзя даже назвать поступком, это проступок. Почему это проступок? Я хочу донести до вас. Потому что у каждого народа есть свои святыни. Одна из святыней – это памятники нашим отцам и дедам, которые отдали свою в жизни во время Великой Отечественной войны, которые вели освободительную битву за нашу Родину. Причем здесь коммунисты? Они освобождали страну от порабощения. Так чем же отличается, они шли фашисты, сметали все и всяк, чем отличается ваша дочь, которая плюнула на святыню? Она ее оскернила. Я объясню, почему я не отримаюсь. Вот у Ани есть два прадеда, один дед Юхим и другий дед Андрей. Они ревестники. И на начале войны Юхима забрали в Германию. На каторжные работы. А дед Андрей пока не забрали. Дед Андрея потом забрали тоже в армию советскую. И под Гаданском ему отрывало две ноги. Почекайте, стоп. Чтобы вы, отбили обидвие ноги. Почему у меня дядька загинул, дядька загинул. Почему вы жарите котлети на часах жарите на ногах ступок? Это какой пример для всех остальных. Моя людина, почему вы жарите богов, почему вы не жарите тех людей, которые свою жизнь отдали за Дуни свою? Так вот отдали у нее и жизнь отдали. Так вот жалко только деда Юхима, остальных вам жалко. Почему мы называем радянский пропагандистский объект святиною? Для кого она святиною? Для какого народу? Почекайте, я сейчас хочу сказать еще. Для тех, для тех, для тех, для тех, для тех, которые поклали 2 миллиона людей на лютинском плацдармении. Те лише для того, чтобы под их черговую речницу захопить Киев. Когда немцы, как они называют, улюблены их фашисты. Они в шоссе были от этого. Это люди, которые поклали сотни тысяч на бековни. Это влада, которая вбывала нас, влашнула голодом море. Она влашнувала эту святыню. И мы православные Киеви. Как мы можем называть это святыною? Там нет похования. Это огонь. Это сатанинский огонь, который вырвается из-под земли. Вы же не путайте. Есть освободительная битва, есть захватничная битва. Скажите, пожалуйста, я договорил Виталий. От кого? От кого они извольняли и заради кого? Виталий, скажите, пожалуйста, конкретно против чего протест был? В эту яичницу ели, да? Это протест был против наявности радянских пропагандистских объектов в независимой Украине. Православной Украине. Влада безбожников установила эти объекты. Они их называют сейчас святыною. А они святыною не есть на самом деле. Уже прошло 20 лет, как эта влада упала. Надо открыть очи наконец-то. И посмотреть на это так, как оно есть на самом деле. Дмитрий, на самом деле это реально святыня для подавляющего большинства нормальных здравомыслящих людей. Которые хоть что-то понимают в истории нашей страны. Это во-первых. Вы знаете, цифры говорят о том, что... Дмитрий, я секунду закончу мысль, если можно. Вы знаете, на самом деле это же не лицо украинской молодежи. Понимаете? Это абсолютно не соответствует тому образом молодежи, который есть сегодня в Украине. Украинская молодежь сегодня работает. Украинская молодежь сегодня учится. Побеждает в Олимпиадах международных. Вот эти люди, они реально достойны большего внимания, чем вот такие вандалы, о которых мы сегодня говорим. Ваш приговор это вандалы, да? Но, нет, нет. Я хочу сказать о том, что это уровень культуры этих людей. У девочки есть какая-то гражданская позиция. Она ей высловала. Ну, почему мы сейчас должны сейчас этого ребенка просто линчевать? Ну, права она, не права. Но у нее есть ее гражданская позиция. Тем более, это очень важно, чтобы коммунисты, которые подривали Сергею. В принципе, это не у меня традиция их была. Знищивайте все святыни. Виталик, подождите. Соломенский цвинтар. Там поховані наши родичи. Значит, и у нас, у моей мамы знакомой, я с детства ходила, квити покладала. Она замучена фашистами в 42-м году. Давно уже ее родичи там кудись разъехались. Моя мама померла. И мы ходили, покладали квити. В 2006-м году мы перейшли. А там уже что-то будовали на кистках. И там, до речи, много похований. И будовали дом, а потом дозволили апелляционному суду. И когда мы перейшли на цвинтар и пошли туда, то апелляционному суду требовало было подъезжать кращими автомобилями. И им было мало места. И они еще за одну ночь перенесли контору, яка из 18-го столетчя, туалет перенесли, забор побудовали, паркан для того, чтобы судья Принтюк, яка отправила Аню в СИЗО, заслуженный судья, чтобы она могла подъезжать на автомобиле. И асфальтом закатали эту тетю Фаину, а хрест выкинули, не встегли. Под забор, написано, замучена. Христи, коли там святкували. Спасибо. Это яркий, да, конечно, это повод, чтобы действовать, жарить вишенки на наклады. Только еще в этом стиле. Все понятно. А ты что считаешь? Секунду, тихо, давайте не превращать в базар, пожалуйста. Тихо, спасибо. А что ты считаешь, а, Надя? Надя, ты, твое мнение, да. Вы поддерживаете эту акцию по этой суде, или не поддерживаете? Слушай, они выкинули Христа и на костях побудовали дорогу. Слушай, это страшно, так вышло. Ну, так что ваша внушка таке саме робит, на костях неведомого солдата, який з села пришел туда, надели форму, пошел воювати, ведь, что хотели воювати, у нас економить инвалиды, любить, но не можно на костях робить себе рекламу. Если она хотела сделать, то хай бы послала в палатку, и голодование бы, и умерла бы там, понимаете? Там немае похова. Горить просто в огонь. Это была позиция. В России, до речи, тихо. А когда жарить сосиски, и потом мясо выкололить из зуба, это свинство. Вот и все. В России эти огни уже все загасили. В России. А у нас они еще говорят, что мы таки богатые. Все, нема. Нема что жарить. У нас коммунисты только садят сюда. Сосиски на костях людей. Мой батько. Їх миллионы. Їх миллионы лежат. Я говорю, что Кирилл Карлов, что мои сиделись. Что такое цивилизация? Я говорю, что все из Ведня, в центре Ведня, если памятник гражданскому солдату. Мой батько стоял. Ни что там сосиски не жарить? Стоп. Разумеете? А у нас? Мой батько на обороне Киева стоял на Чорних Горях. А у нас жарить. Якщо вы патриоти Украины, то навчите быть европейцами. Вы патриоти. Мой батько за печать Киев стоял на обороне. Она была різна. Я не люблю коммунистов. Я против коммунистов. Я за то, чтобы коммунистов давно выгнали сезон. Соберю иллюстрацию. Депутат Келленкаров только что в своем выступе сказал, ну, нагадал, про историю, про уроки истории. Но историю мы знаем, может, трошки лучше, чем депутат Келленкаров. Потому что история повторяется, как мы видим. За поступок, хорошо, Доброе, ставление до него может быть поступок всей девчины, может быть ставление до него різное. Там, из моральных каких-то поглядей. Доброе, раздавите его с точки зрения криминального кодекса. Цей поступок тягано, что наибольшее, на административное покарание, до 15 дип. Что чувствует человек, для которого вечный огонь на могиле неизвестного солдата святыня, а акция Анны – вандализм. Ветеран войны Николай Михайлович Прищепа. Прошу. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы воевали, да? Да. Что для вас поступок, Анна? Я хочу сказать несколько слов про молодь. Потому что Анна – молодая людина. Все свое життя я присвятил молоди. Вихованию, освете молоди. И хочу сказать всем, что у нас росте хорошая, достойная зміна. Вы видели вот эти кадры, а, Николай Михайлович? Да, да. Достойная зміна хороших детей, морально стійких, етичных, вихованих, культурных. На жаль, в последние годы нашего життя, ну, десятилетия, скажу, последние, может, два, у нас з'явились прояви нехорошие. Навіть мы можем сказать по кількості їх як тенденція. А вы понимаете ее мотивы? Почему она это сделала? Вот, ведь она выражает чаяние определенной прослойки молодежи. Ні, я думаю, що ні. Вона не выражає цих бажань, не выражає суті, розуміння молоді. Ні. Це просто був елемент фарсу, який був проявлений перед камерами, перед всіми людьми. Не може бути іншого. я думаю, что он просто сомолит по-іншому розуміє деякі моменти історії. Но сам фарс ніколи не може бути етичною нормою поведінки людини. От ви воювали за родину, за Сталіна. Вам багато доводилось розстрілювати мирного українського населення, там, польського, Мені не приходилось розстрілювати. А вашим товарищам багато розстріляли людей? Ні, їм теж не приходилось розстрілювати. Навіщо ж ви брешете? Ви убили величезну кількість людей. Скажемо, ваше покоління і ті, хто вижив. На ваших руках кров мільйонів і мільйонів мирних людей. Місто Київ зруйновано радянською артилерією і радянською авіацією і радянськими підпільниками. Не німцями. Німці нічим не краще за вас. Але в Німеччині багато військових цвинтарів. На жодному цвинтарі, де поховані есесівці, немає свастики, немає нацистського орла. Чому там, де поховані наші люди, українці, там, де поховані росіяни, є людина невинновисницька, оця ось ця фігня. Чому там зірки, чому там серпи і молоти, чому на їхніх кісках влаштований замполіцький атракціон? У мене питання. Чому завжди доля художника в Україні одна? Шевченка посадили з обороною писати і малювати на 10 років за наругу надгасударіній імператрицей. Ганну Сінькову за художню акцію, за наругу надгазовою комфоркою, так само два місяці сидить в СІЗО і загрожує п'ять років. Я розумію, комуністів, вони наживаються, вони бариги, Семененко живе в трьохповерховому особняку, вони використовують вас, ветеранів, як дресірованих обіз'ян. Вишти на 9 травня в відносі ветеранів висказувати свою позицію. Сапливі пацани собрались і сидять ветерану Великої Отечества війни, який проповжує до Дерліна. Рассказывайте і оскорбляєте чоловіка. Ганну Сінькову розстріляли половину тих, хто тут... Василий, вам є що возразити? Ви перший, я так понимаю, коли узнали про зашедшим, подали заявлення в милицію, правильно? Да, точніше на нашій парті, перший подали заявлення в милицію. На самом деле, члены Союзу Лівок Сил обратились в орган правопорядка с просьбою отреагувати на бездействие милиції. Вам необходимо, мне кажется, ответить на один очень простой вопрос. Правильно ли это? Кстати, вы говорите неправду. Там находится могила неизвестного солдата. Нет, она там не находится. Мне кажется, это очень... Вы должны подумать об этом. И правильно ли вы воспитываете действительно своих людей, детей, если сейчас на всю страну заявляете, что вы тоже можете глумиться над памятью людей, которые погибли за свои убеждения. Это глумление не над памятью. С одной стороны, люди погибли за свои убеждения. над символами Наталитарного режима. С другой стороны, погибли люди за свои убеждения. Это люди погибли. И мне в принципе кажется, это первая ситуация. Но ситуация вторая. Есть действительно вот молодая девочка. Я здесь совершенно с вами согласен в отношении воспитания подрастающего поколения. У меня сердце... У меня четверо детей. Старшему сейчас 23, а младшему сейчас 8 лет. Я видел, как мои пацаны старшие... У меня двое ребят, две девчонки. Я видел, как старшие пацаны сложно проходили вот этот переходной возраст. Это действительно сложный возраст. И объяснить этот фарс, ну только отчасти, можно там, скажем, вот желанием пофарсить. Вы во многом виновны в том, что он находится там. Дело в том, что... Мера пресечения, которая должна быть избрана, как по мне, так это не следили на 15 суток. У нас в студии есть еще один человек, чье детство прошло в военные годы. Гелярий Ильич. Да, дайте, пожалуйста, микрофон. Конечно. Это надругательство не над символами, а над теми, кто положил жизнь. А их положил и миллионы украинцев. И если бы не было той победы, навряд ли бы когда-нибудь Украина состоялась бы как государство. И я вам могу сказать, во время войны я видел директиву Гиммлера, в которой было четко обусловлено, какой народ, какая нация идет по... А директиву Берии вы не читали? А вы читали? Звичайно читал. Читал. Вы меня не перебиваете? Я не могу... Аня, ты в Сандармосе клала, где лейтенант Матвеев расстрелил 650 украинцев за один день. А сколько поляки за всю историю перебили украинцев и теперь целуемся. А вы не расповедаете, что дитина... Матвеев, дозвольте, я просто выяснил его стопору. У нее, я вас не перебиваю. ветеран войны, герой войны. Это Анна во время ареста у нас фотография. Герой войны, а вы... Она нижна, тендитна, разумна, дитина. Людмила Прокосовна, как вы думаете... А вы с ней сделали какого-то... Надя, я к тебе обращаюсь. А коммунисты расстрелялись скольки тысяч людей. Медей, можно вопрос один задать? Мы продолжим, господа, мы продолжим. Сколько грозит Анне? Какой срок может грозить? Тихо! Какой срок грозит? Разрешите мне, Аккуратно. Она грозит до пяти лет по статье над ругательства над могилой. Можно просточить? Мы вернемся, мы вернемся обязательно к этой теме. Дамы и господа, мы сейчас уходим на рекламу. Я надеюсь, что реклама будет короткой. Тихо! Тихо! Мы обязательно вернемся в студию и будем продолжать эту сложную, сложную дискуссию. памятник Иосифу Сталину ночью пилой отрезали голову. Кто эти люди? Хулиганы или борцы за историческую справедливость? Спасибо, что вы с нами. Это главное шоу «Все свои». Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Дмитрий Нагеев. В дни, когда мы отмечаем праздник Победы, эта новость прозвучала особенно цинично. В парке вечной славы в Киеве студентка провела акцию на вечном огне жарила яичницу с сосисками. В Запорожье памятнику Иосифу Сталину ночью пилой отрезали голову, а в Днепропетровске осквернили могилу воинов Украинской Народной Республики. Почему надругательство над цветынями становится нормой? Чья рука поднимается на памятник вандала или борца за историческую справедливость? 28 декабря 2010 года бронзовый Иосиф Сталин лишился головы. Акцию расчленения памятника провели члены организации Трезуб. Они считают, что нельзя ставить памятник преступнику, даже если это историческая личность. Участники расправы находятся под следствием. Этот человек отдал на установку памятника Иосифу Сталину последние деньги. Сегодня в нашей студии ветеран войны Иван Тимофеевич Шиховцов. Прошу. И член Коммунистической партии Украины Александр Зубчевский. Прошу. Так, где вам удобно? Может быть, здесь будет удобнее. Прошу. Да, у нас есть видео открытие памятнику Иосифу Сталину. Давайте посмотрим. Иван Тимофеевич, вы нам, пока мы смотрим это видео, объясните, пожалуйста, столько красивых людей есть в мировой истории. Почему именно памятник Сталину вы решили профинансировать? Посмотрите, как какое-то... Вы можете сидеть совершенно спокойно, нам удобно с вами. Этот вопрос, почему я решил профинансировать памятник Иосифа Сырьевна и Сталину, мне задают уже целый год. И все задавали вопрос на полном серьезе, с искренностью в глазах. А тебе не жалко было эти 50 тысяч гривен? Сколько? 50 тысяч гривен. Тебе не жалко было таких кровных отдавать на памяти Сталину? Мой ответ был один, стандартный. Капиталистам не понять. Это слова Никиты Сергеевича Хрущева, который он сказал в 1957 году по другому поводу. Вы знаете, как выясняется, не только капиталистам не понять, также не понять тем, чьи родственники были расстреляны за подписью Сталина. Я этим гражданам, которые задавали такой вопрос, объяснял, что я занимался как следователь и историк исследованием так называемой переставойки, разоблачал гнусную ложь о сталинских репрессиях, о которых вы говорите. Буквально один факт лжи о Сталине. Как можешь Сталина выдвинуть на Нобелевскую премию за... На Нобелевскую премию мира. Мира, да. За вклад в развитие мира и человечества. значит, хотя бы один факт лжи в отношении Сталина. Ну, например, Сталин, говорят, был агентом царской охранки. Об этом писали в газетах, об этом писали... Этот факт меньше всего интересует. Абсолютно. Мы считаем, да, мы считаем... Многие считают, что Сталин виноват в том, что людей расстрелили. Вот так просто я вам объясняю. Значит, по каждому факту лжи в отношении Сталина виноват в расстрелах, я производил документальное расследование как следователь-историк. И каждый факт был документально опровергнут. В 20 сентября 1988 года в Свердловском районном народном суде Москвы состоялся... Извините, у нас пошло видео. Состоялся судебный процесс. Извините, да, давайте посмотрим на эти кадры. Это запечатлены кадры, как, я извиняюсь, Иван Тимофеевич, как Сталину отпиливают. Могло бы показаться что-то другое? Нет, голову. Да, так я закончу свою мысль. Да, прошу. Значит, в Москве состоялся судебный процесс, на котором обвиняли Сталина, обвинили Сталина преступником, а меня обвиняли как защитника Сталина преступника. Процесс вызвал резонанс во всем мире. Снимали этот процесс в 5 телевизионных камер. Спростуйте, что Сталин расстрелял всю украинскую интеллигенцию. Спростуйте, что-то спростовувати. У меня такие ощущения, что нас вернули в какие-то береговские часы, куда мы попали взагалі. 20 лет в независимой украинской государстве и таке знушение на нашу историю над памятью миллионов загибших людей. Не покинайте меня, что никто не расстрелял в 30-37 году из Украины и появляется бажание в таких людей, как Синькова, там делать абсолютно неадекватные училищи. У вас было 50 тысяч. На моем дядю пенсию дали минимальную, сказали, у него немало трудового стажа. В 18 годах выдержали ноги на войне. В отношении еврейского, который при советской власти представлял Сталина, Ленина и советской власти, а стал оборотнем и сейчас говорит, что... Слушайте, навіщо вы в студию запросили повторюю людину не совсем психичную здоровью, замість того, чтобы запросили того, кто дозволил цих памятник поставить. Я не до вас звертаюсь, я не до вас звертаюсь. Я не до вас Пожалуйста, не тикайте, не до вас. Чим? Чим я его? Вы говорите о том, что это я звертаюсь до ведущего, а не до... Слушайте, яка ваша справа, что я вдеваю и что я не вдеваю? У меня есть повага, я вам говорю, у меня есть повага. Куда я попал? Я не понял. Ни на базар, ни на серьезную аудиторию. Не есть психичную здорова. Я прошу, чеснок. Я приехал сюда из города Харькова. Дмитрий, если можно, Севура Сталіна... Севура Сталіна... Севура Сталіна, которую я ношу 27 авгу 1944 года. При чому ТЦ тут? При чому? Ну, всем, всем уже на планете Земля зрозуміло, что это вбивца. Я шел в бой. Мы про то, что сейчас говорили? Понимаете? Мы что сейчас обсуждаем? События, которые имели место в запросе. Так давайте живые багато уже эсэсивки. Я очень сомневаюсь, что в этой студии найдется человек, который поддерживает теорию, который поддерживает вот такие формы методов ведения политической борьбы. Давайте другого парня и памятник. Сталин Гитлер. Вы не извините, я не могу в такой обстановке работать. Сталин Гитлер. Я не могу в такой обстановке работать. Сталин Гитлер. Поэтому победила Советская армия. Советская армия победила фашизм. Поляки в Катині не только Советская армия. За наказом немецких визг. А вы кажете, от фашизма. Они спросятся от фашизма. Дамы и господа, давайте иметь уважение просто к годам. Вот так я скажу. К годам. Давайте дадим закончить. Меня, правоту мою признали, что... Кто признал? Признали выдающиеся ученые в европейских академиях, которые присвоили за мою книгу звание профессора и доктора философии. Итак, мы подведем этот, вы считаете... Признали мою правоту по каждому факту, где я разоблачаю репрессии, и воздали мне должное. Понимаете? Не было ни одного факта, где бы Сталин был причастен к незаконной репрессии. Спасибо. Все документы свидетельствуют о том, что Сталин боролся с незаконными репрессиями. Спасибо. Осуждал всех, тех, кто провоцировал... Дамы и господа, у нас в студии люди, которые отпиливали голову памятнику Сталину. Тихо. Роман Хмара и Алексей Зануда. Прошу. Прошу призановить. Объясните, пожалуйста, свой поступок. Что хотелось конкретно сказать им? Конечно. Закончуясь в руки Другое світовое війни. Відпилення голови це був лише той крок для того, щоб люди прокинулися і схаменулися. По-перше, той памятник був встановлен незаконно. По-друге, це був взагалі не памятник. По-третє, він був зроблений не з латунь чи мідя, а з сілуміну. І так далі. Багато порушень, які зараз розглядає слідство, розглядає слідство і в даний момент суд... То є це ви вважаєте незаконно було постановлено? Ну, здесь звучат слова незаконно і все остальное. 50 гривень таких памятник не коштує, а гривень 5, 6 тисяч. Так що ветеранів вкрали гроші, скажу чесно. Ваші гроші вкрали. Як мінімум в таких памятник коштує 5 тисяч гривень, а 45 кишенью поклали. Поздравляю всіх ветеранів Великої Отечерскої Війни, всіх тіх, хто чітить і помнят о подвигі великим з праздником, з величайшим днём в нашій історії з 9 мая. Треба розібратися, я хотів би... Треба розібратися, хто обіграв отряду. Я хотів би поклонитися, якщо ви готові зробити пам'ятник Сталіна за 5 тисяч гривень, я його куплю вас. І за 25 тисяч гривень. А якраз пам'ятник Сесьянка, дай Богдан, я зробив би за 6 тисяч. Просто я не думав, що в Україні може на одному з центральних телеканалів сьогодні будуть не комуністични, а комуністи, легальна партія, їх поважаю, як і поважаю присутніх тут людей, а сталінський шабаш по людині, яка дійсно найбільше й зочинить. І колись сьогодні все зроблено для того, щоб тільки ті, хто захищав... І колись сьогодні все зроблено для того, мені просто це даєте як ущунство. На тій землі, де все знищує. І те, що робиться... Я хочу вам сказати, що... І вашими руками, і цього ветерану руками, і тими законами про червоні прапори поряд з державними добивається того, щоб люди, такі як Ганна Сінькова, я її вчинок засуджую, я вважаю, він неправильний, його не треба було робити, і вона мала б за це понести якусь відповідну покарання, про що й сказав Василь Волга, адміністративне покарання, щоб було неподавно і все. Але через це в цих людей появляється абсолютно здорове, ну, може неправильне, але внутрішнє поривання зробити якийсь крок. Я боюся, що такими програмами, цими виступами захід Сталіна, ви тільки підтолкнете ще таких людей, як Ганна, для того, щоб ви знову зробили подібні речі. Я хочу рассказати про історію создання цього пам'ятника. То, що ви зараз уходите, це ваше право, це найпростій шаг, і именно от вас я ждал этого. Спасибо, давайте поаплодируемо. Я прошу, я прошу мене дати слово, тому що я никого не перебиваю. Без цих господ совершенно точно програма не оскудеє, як будто бы здесь сидять люди з інших планет. Я никого не перебиваю, я внимательно слушав трезубовців, я представитель Запорожской областної організації Коммуністичної партии України, на території которой был установлен пам'ятник Сталину. Я хочу сказати предысторію вообще создання цього пам'ятника. Діло в тому, що в 2009 році ветераны Великої Отечества на войне обратились к нам с просьбою установити пам'ятник 65-летнього хоби. Дідеально, ми відкликнулися. Вам недостатньо того, що ми відкликнулися. Скажіть, будь ласка. Дідеально, ми відкликнулися. Там не треба прислухати. Вам сказали це? Знущання. 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 Ми не хочемо це слухати. Планирується відкликання пам'ятника Сталину. Замовтіть. Замовтіть, будь ласка. Вам сказали, скажіть, будь ласка. Извините мене, а як ви думаєте? Просто давайте порассуждаю. Ви розумна людина, ви розумієте, що тут коїться. Правильно? Я вижу, я слушаю. Я просто слушаю. Я молчу. Чому звідси пішов Чорновіл, чому пішов Ябурівський? А як ви думаєте, почему происходит такий розкол? Який розкол? Ну, прийшла одна людина, вибачте, дійсно, пожилого віку, дійсно, поважаємо, воювала, респект повний, так? Але до чого змішувати сюди, повторюю, ці незмішувані речі? Сталін, вбивця, навіть не згадуйте його. Просто не існує його для вас. Забудьте його. Я недавно був в Германії, ви ж знаєте, що по всій Германії залишились концлагеря, пам'ятники. Вони їх не вичеркають, вони їх не сносять. Діти ходять і учаться, плюють в ту сторону, може быть. Хтось тихонько ціки кладе, але вони є в цій історії, від нього ніколи не теж. Але ім'я Гітлера там ніхто не вимовляє. Ім'я Гітлера там практично заборонено. Ніхто. Вони соромляться досі. Фашизм. Ми підтримували українську збірну в 2006 році, коли був чемпіонат світу з футболу. І ми багато розмовляли з німцями. У нас дуже багато друзів німців. Вони всі за столом, чи десь будь-де розмова, яка заходить про фашизм, про нацизм, вони опускають очі. Вони досі цього соромляться. Так звані комуністи, чи я не знаю хто, вони досі випячують ці свої... Вони досі випячують... Ви вибачте, вибачте, дайте... Якщо ви хочете чу-чуть із створю, знайте, вчити, пожалуйста. Не треба безапелляційно здесь обвинять. Три мільйонів членів Коммуністичної партиї погибло на фронтах Великої Отечественній Війни. І ми повинні їм низко поклонитися. Це ті люди, які... Основне запитання насправді. В тому числі, не то, хто... Не то, хто... Второй момент, не то, хто перешкігл. Не приїхати Коммуністичної партиї встановлювати пам'ятник Сталіна. Вот подписи, собрані ветеранами Великої Отечественній Війни. Я вважаю... Ви вибачте, в ціл Германію вважаюся. Можна я зацитирую... Зацитирую нескільки створю... Комуністична партия станет і командуючий фронтом, які знали тільки одну тактику завалювати власними трупами ворога. Сталін, сталінські маршали, Комуністична партия вбили в 10 разів більше людей, ніж вбили Німці. І мирних, і власних військовослужбовців. У чого ветерана... Історія по-карчинську. Уламки внузі. Те уламки, з тому що вас взяли... І маєш внузі. Ну, який провокатор? Ну, який провокатор? Ну, ви хочете нам сказати, що Тухачевський, Убаревич, що всі ці расстріляні за підписю якого-то... Я хочу сказати нескільки факторів. Почому пам'ятник Сталіну должен быть именно в Україні? Перший фактор. Без Сталіна, без його економічної політики... Давайте полегутем слухати. Політики індустрия, не було б той України, не повинні бути пам'ятник Сталіну в Україні. Второй момент. Второй момент. Самый важний фактор. Без Сталина... Без Сталина не було б победи Великої Отечественній Війни. Без Сталіна бути госзаконічений. Именно Сталіна руководила Советським государством. Именно Сталіна разрабатывала все стратегические операции. После короткой рекламы разорённые могилы в Днепропетровскі уничтожим крест на могилах воинов Украинской народной республіки. Кому не даёт покоя события почти 100-летней давности. Спасибо, що ви з нами. Это все своїх. Це головне національне жоу України. Все своїх. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Тема нашей сегодняшней программы «Вандалы». Об этих людях запрещалось говорить почти 70 лет. Во время гражданской войны атаманы Украинской народной республики сражались за независимость Украины. Эта часть истории полностью вымаралась из истории, из учебников. А люди, сражавшиеся в этой войне, были преданы анафеме. Сегодня потомки атаманов, участников гражданской войны, могут не скрывать своих фамилий и открыто вспоминать своих дедов и прадедов. Но борьба, как выясняется, продолжается. Зимой этого года неизвестные разорили могилу, где покоятся 300 воинов Украинской народной республики. У нас в студии глава отделения Украинской народной республики Анатолий Сокаринский. Это к разговору о том, что разорять памятники это самое простое. Прошу. Добрый вечер, самовне. Когда появилась могила? Могила появилась 4 сечня 1919 года. После того, как... Давайте посмотрим на кадры. Вот похование, хроника этих минулых лет. Это девчайшие кадры. Когда атаман самокиш с сечевыми стрельцами и с запорезскими козаками, такие были формирования, выбили махновцев и большевиков из Катеринослава и восстановили владу Украинской народной республики. Директории. Вололюдное похование этих людей была насыпана плахивница козацька, поставленный хрест, освящено с ящельниками, духовниками. Это соборная площадь Дніпропетровска, где стоит Преображенский собор, наша святиня. Звонили звони в той час, поубиенных. Там не только были похованы Украинские народные республики воины, а воины и большевики там хоронилися. Это называлось место братской могилы. В 1967-м году большевики, святкующие 50-летие перевороты Жовтневого, знесли, сравнивали эту могилу, сделали свой пантеон, значит, там мемориал сделали, который, в основном, лишился. Но люди, родители этих погибших, еще сегодня живые. Внука жива одна лишилась, которая знает честно и ходит туда, на эту могилу. Есть историческая доведка нашего, вы видели документы, есть историческая доведка исторического музея, про то, как это было похование, кто похованный. Ведомо прозвищу 14 только воинов. Решта неведомых похований, но они были теми, кто боролись за волю и независимость украинской державы. И когда сегодня говорится про вандаліст, говорится про то, что кто-то глумится над памятником к найбольшему кату всех народов и людей, которые были Сталином, это такой глум над нашим украинским поспильством. Я абсолютно говорю, кто не объединил Украину исторический факт 39-го года. Ваши УНЕР или ЗУНЕР, или вы не думайте, что кто объединил Украину в 39-м году? В тех границах, которые есть, существуют и сегодня. Благодаря Сталину, вы сегодня критикруете кашевиков за то, что они разрешали МАИЛы. Вы точно так же, вы еще хренили ее. Кто вам давал право устанавливать? Какие должны быть памятники? Не может и никакие не. Кто вам давал право? Сталина в Украине? Нет у вас этого права. Право должен только устанавливать. А украинским воинам, украинским пейцам будут відновлены могилы и памятники. Сегодня в украинской столице немає журнального санима. Спасибо, спасибо. Дамы и господа, у нас в студии есть режиссер Алексей Зотиков. Он снял документальный фильм о Днепропетровске и хорошо знает историю этого края. Прошу. И той, кто руйнував церкви 60 роков в этой краине, и той, кто руйнует памятки Другое святое войны в широком розумении, и той, кто руйнует памятки ОНР, все эти люди є родичами. И старший их брат народился в Гресии в шестом столетии до нашей эры. Звался он Герострат. Он хотел бы как оставаться в истории. Но Герострат был самостоятельной человеком, в которой была просто такая чипка в голове. Те люди, которые руйнуют памятки сейчас, они, я думаю, сразу после руйнования идут в штаб соответствующих партий и получают там готівку. И это отличает их, на жаль, или на счастье, от Герострата, потому что, не дай Боже, нам таких идейных, 500 таких идейных чистят лица земли эту страну, которая, на жаль, де-факто с 2014 года, с начала Первой святой войны, все еще не закончила в среде себя войну громадянскую. И мы сейчас присутствуем на очередном акте громадянской войны, который закончили все цивилизированные страны. А мы считаем, что у нас особенный путь, и мы маємо вынимать печеньку один-одного и снимать скальпы еще каких-нибудь 120-150 лет. Той, кто не поливает городы живой водой, взаиморозумение, поливает их до века машинным маслом громадянской войны. Спасибо большое. Спасибо. Замечательные слова. Передайте, пожалуйста, микрофон группе Гайдамаки. Дмитро, я забыл, я просто не смог сказать вам, что, на самом деле, поверьте, ни эти люди, ни в чем не виноваты, виноваты те, кто позволил, чтобы памятник Сталину поставили. Дима, я объясню насчет позволить. Насчет позволить. Значит, кроме политической составляющей, кроме политической составляющей, есть еще и нормальная... Ну, какая составляющая, старый, ну, будь ласка, поможи. Не поможи. Я хотел бы задать всем вопрос, кто жал руки... Дмитро, не доживляйся, это не можно. Кто жал руки этим хлопцам? Так вот, я хотел бы задать вопрос. Если бы в ваш дом, в вашу квартиру проникли люди другой политической направленности, с куалдами, разбили в вашей квартире все, что им не нравится, все, что им не нравится, и сказали, что так и надо, вы бы их считали политическими заключенными, вы бы их поддерживали? В данном случае памятник Сталину был установлен на территории Запорожской областной организации и Компартии. Памятник Сталину является имуществом областной организации, в которое вкладывали общественные ветераны. И их судят сегодня не за политическую принадлежность, их судят за нанесение материального ущерба в особо... Коммунист, вы можете говорить и 50 годы... Если вы видели эти кадры, на открытие памятника Сталина пришло 2000 человек, а протестовать пришли 10 человек. Пожалуйста, протестуйте. Они не воевали, а вот человек воевал... Я не воевал, у меня дед так воевал, как вам не снилось. Вот у меня 103 подписи, участников живых, участников Великой Отечественной войны. Вот так, друзья. Я призываю вас, товарищи, послушайте, никто не имеет законно право сказать, что Сталин совершил какой-то... Знаете, чтобы это прекратить, я хочу... Я хочу... До тех пор, пока не установлено... Это вам... С днём победы вас! Мы вас любим, ценим, мы вам желаем долгих лет жизни, мы вам благодарны, просто попробуйте понять и нас. Я отказываюсь понять тех, которые выкрикивают, что Сталин преступник. Я хочу вот этим ребятам... Все мои слова и вам в том числе. Я хочу вот этим ребятам, которые пилили голову Сталину, дайте мне высказаться, в конце концов. Которые пилили, которые сидят в ищеванках, и пилили голову Сталину. Я хочу им сказать... Спасибо большое! Что? Надо побать! Это удар был в сердце ветеранов. Спасибо большое! Спасибо! Удар в сердце ветеранов, когда пилили голову Сталину, это удар моё сердце. Это я после этого получил сердечный приступ, и для этого... для того, что эти негодяи совершили акт вандализа. Спасибо! Спасибо! Дай Бог вам здоровья! Историю нельзя переписывать пилой и топором. В нашей общей истории много тёмных, гнусных пятен, которые мы все заинтересованы наконец ликвидировать. Я надеюсь, я надеюсь, что наступит момент, когда в этой студии закончатся дрязги по таким пустым поводам. Давайте друг друга, если и не больше любить, то хотя бы меньше ненавидеть. Спасибо большое, что вы с нами. Для нас огромная честь говорить на эти темы. Удачи вам, любви и терпения. Всё, пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok